здравствуйте дорогие друзья сегодня как и обещала снимаю для вас рубрику вопрос-ответ так как после видео с поросенком было очень много вопросов поэтому решила что лучше я сниму видео чтобы вам все показать итак начну я наверное с того как я подготавливаю мастику клепки то есть на видео у меня мастика уже всегда подготовлена и вы уже видите результат и так с чем начинаем начинаем мы с мастики то есть мастику я уже размяла но она еще не подготовленная то есть она вот еще мягкая вот вот такая вот да то есть леплю из мастики то продукт и перед тем как начинать с лепить ее нужно подготовить как это делаю я так мастику размяли и теперь приступаем к добавлению туда sms это же к мц память то есть целлюлоза вы можете спросить это любом кондитерском магазине в принципе он там всегда есть я покупаю вот ведь у нас продается есть такой вот отличный контейнер очень удобно потому что большой объем сюда и большое пространство то есть мне удобно макать мастику итак берем кусочек мастики и вот так вот макаем для чего нужно добавлять sms смотрите то есть вот из такого топа лепить ну просто нереально то есть он форму не держит он будет очень долго сохнуть фигурки будут из него деформироваться то есть ну вот бывает что конечно он приходит хороший бывает но он настолько классный что вот как принцесса то есть лепить одно удовольствие даже sms не добавляю но такое к сожалению бывает не всегда то есть по большей части это вот такой вот не очень как бы для обтяжки это супер я его люблю за его вот эту мягкость эластичность то есть вообще проблем никаких нету складок я не знаю я на к нему настолько привыкла что я другой мастикой не хочу работать хотя пробовала с разными но как-то вот топ запал мне в душу и так потихонечку постепенно вмешиваю sms почему я это делаю постепенно потому что вот когда я его вымешиваю я смотрю на его структуру специально вот этот процесс показываю вам на камеру чтобы вы увидели как в течение замеса он начнет меняться и на каком этапе нужно остановиться то есть но по крайней мере на каком этапе останавливаюсь я вот так вот для чего мы замешиваем sms sms дает стабильность то есть мастика теряет вот эту вот эластичность но она приобретает стабильность в плане того что мастика перестает быть такой не знаю как сказать даже жидкой да то есть она становится твердая да она уже конечно же хуже затирается то есть есть свои нюансы но зато она быстро сохнет она становится плотной то есть вот этот sms он впитывает из мастики влагу вот эту влагу всасывает разбухает и за счет этого мастика становится такой стабильный но sms еще очень сильно мастику может испортить то есть если вы добавили смс мастику то для обтяжки уже эта мастика как бы она не годится то есть это только для лепки почему потому что если у вас добавлен sms она потеряла вот эту самую эластичность даже если не сильно много добавлено например у меня было так что я добавила лепила потом думаю сейчас я размешаю с большим кусочком и все будет огонь на самом деле нет то есть как только я положила мастику на торт она на холоде сцепилась и просто начала рваться обтянуть было просто нереально пришлось все это дело снять и выкинуть то есть это если вы добавляете sms то это только для лепки все чтобы для себя решила у меня есть отдельная такое ведерко большое и в нем лежат кусочки с которыми я люблю я знаю что эти кусочки ни в коем случае на обтяжку брать нельзя то есть это чисто для лепки и так замешиваем постепенно макаем не спешим потому что если мы добавим слишком много sms то из нее и лепить даже будет нельзя она начнет крошиться она станет каменной то есть это будет тоже испорчено то есть я смотрю по консистенции ну вот еще она пока жидкая еще тянется и так пока я все это дело мешаю хочу еще поговорить о прекрасных качествах sms как о клее потом я замешаю его хотя даже нет я даже сейчас сразу замешаю пока мы будем с вами вмешивать клей будет набухать и так вот специально вот делают в таких небольших контейнер очках налила сюда водички из-под фильтра вот и такое небольшое количество смс сюда добавляю вообще разбавляется он 1 к 30 но я уже так примерно знаю свою норму то есть чем больше вы добавите в воду sms тем клей будет гуще но если он будет сильно густой то как клеить им тоже будет неудобно то есть это будет какое-то желе и в любом случае придется разбавлять водой так добавили сюда sms размешали как смогли и все она набуха набухает пока она набухает водички готовится наш клей мы возвращаемся к мастики так смотрите вот sms начал работать вот уже волокна видите уже начинает рваться уже она теряет вот эту самую эластичность со временем она полежит в принципе все это вот вот как только вот такие драные волокна у вас начались все мастика уже готова она полежит буквально минут 15 смс еще больше набухнет и мастика станет идеальная просто для лепки так мы сейчас положим она у нас полежит полежит и мы посмотрим как наш смс сделает ее стабильный так отложили кусочек теперь хочу с вами поговорить о красителях тоже было очень много вопросов какими красителями я пользуюсь то есть для рисования я всегда использую америку мне нравится такие маленькие бутылочки потому что я их капаю на пальто на палитру и рисую сколько мне нужно по чуть-чуть очень удобно если например если например вилтон от продается в таких баночках не очень удобно то есть мне не нравится они у меня есть но я ими не пользуюсь практически такие еще покупала красители тоже очень удобно за счет того что у них есть этого пипеточка но они довольно жидкие мне это не понравилось то есть не совсем удобно для работы то есть ну как бы может быть конечно камере кола просто я привыкла поэтому мне больше нравится а замешиваю я мастику использую только сухие красители почему сухие во первых экономичность во вторых мне нравится что они не портят структуру мастики то есть если гелевый краситель когда вы используете чем больше вы его кладете тем мастика становится жиже и портится у нее структура то сухой краситель этого не дает и мне очень нравится то есть продается у нас сухие красители таких вот они фасуют такие баночки в такие баночки то есть фасованные вы спрашивали нет я вам говорю они фасуют в такие небольшие тарочки и продают либо вот в такие баночки но есть в этом сухом красители один минус это то что замешивать мастику нужно заранее почему потому что на ней появляются вот такие вот точечки видно да то есть вы замешали мастику и лучше если она полежит сутки она полежит сутки вот этот вот краситель вот эти точечки это не растворившийся краситель мастики и к сожалению вот замесить и сразу например там обтягивать или что-то не получится потому что вот специально раскатай чтобы вы видели то есть начнут появляться вот такие вот полосы то есть чтобы вот этого не было нужно замешивать кусочек на ночь и еще один гигантский плюс сухих красителей это то что вы можете замешать буквально вообще небольшой кусочек вот такой вот до концентратор то есть вы можете вымешивать 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 до безобразия то есть хоть вот хоть всю эту баночку можно вмешать это в этот кусочек да и потом вам нужно просто отщипнуть и вы получаете нужный цвет то есть очень удобно вы берете мастику отщипываете и регулируете какая у вас будет цветовая гамма насколько вам нужно насыщенность то есть ну конечно я не такие кусочки замешиваю побольше потому что неудобно мять таких малышей то есть мне проще вот когда кусок вот такой вот замешан либо больше все ну и как расход у меня большой поэтому мне неудобно делаться такие вот концентратики тяжело когда фигурки особенно тяжело именно нужное в маленькое количество сне еще замешать не менее концентрированный но зато с ним проще работать то есть как бы я уже так привыкла так еще спрашивали меня вот люблю я мишек очень часто вот именно вот такого вот нежного теплого цвета они у меня вот это вот как раз вот этот краситель топленое молоко к сожалению вот из жидких гелевых красителей вот не нашла я еще пока такого цвета но я вот сделала примерно похожий ну я думаю что можно добавить там оранжевого или желтого добавить более теплого до оттенка и получится примерно такой цвет и для этого я использовала это яичный желтый вот такой вот коричневый и просто желтый также можно добавить оранжевого ему как бы я думаю что как раз там даст это тепла то есть крашу я если гелевым не пользуюсь красителем то это небольшие какие-то кусочки и всегда вот так вот по чуть-чуть макнула размешала посмотрела то есть не наливаю потому что мне не нравится говорю как вообще после гелевых красителей настиг вся видео все она такая жидкая очень становится так об этом поговорили да в принципе вот добавляю оранжевый цвет становится все более более теплый здесь просто более насыщенный кусочек и так смотрим как наша мастичка поживает от видите она уже не тянется то есть уже растянуть ее как изначально можно было все уже нельзя так видите уже она хорошая дальше теперь как вообще проверить готова ли ваша мастика к лепке как это делаю я то есть вот я замесила дала полежать ей там 10-15 минут больше принципе не надо и так катаем шарик как можно ровнее и кладем смотрим если шарик начинает деформироваться то есть начинает опускаться там да то есть терять свою форму значит мастика еще жидкая либо нужно вмешать еще смс либо нужно дать ей еще полежать потому что смс он как бы созревает достаточно долго и так поставили в принципе вот видите практически то есть все уже можно лепить уже не будет мастика вот видите все отлично просто отлично стоит то есть она сейчас еще чуть-чуть совсем и она подсохнет и будет отлично держать то есть все видите уже готова вот так вот я подготавливаю мастику клепки так что еще вы меня спрашивали по тому как я тонирую так смотрите для тренировки тоже тут вот мои красители не все подходят далеко как это делаю насыпала на салфеточку кисточкой вот так вот как вбиваем вбиваем ее в ворс до краситель почему на салфетки а не макаем банку потому что в итоге вы просто можете нанести слишком большой слой который абсолютно вам не нужен и все вот тонируем надо еще еще убили еще затонировали да то есть вот так вот если совсем чуть-чуть значит даже вот так вот скинули лишнее и тогда совсем легкий видите то есть вот так но опять же игры например зеленую зеленым цветом очень тяжело в принципе хорошо это желтый красный синий какой я еще использую коричневый все зеленый очень плохо почему-то красится но он просто содержит такой цвет вообще то есть он какой-то оранжевая даже не знаю тонировать практически ничего невозможно то есть принципе никогда зеленый особо не тонирую ничего то есть обычно это коричневый синий цвета по кисточкам а кстати вот еще хотела сказать что по красителям я пробовала тонировать и обычными красителями и также пробовала который для шоколада то есть тонируется вот краситель для шоколада до жирорастворимый отлично точно так же как и водорастворимый принципе разницы особо я не заметила что еще я хотела вам сказать вот вернемся к нашему клею по кисточкам опять же если вам интересно пишите мне в комментарии скину вам ссылочку покупала их на алиэкспресс просто безумно классные кисти я вообще в полном восторге заказала себе сначала один набор когда он пришел и принял что надо было больше заказывать сразу заказала еще два думаю что нам еще один закажу потому что наборчик очень хорошие кисточки очень разные то есть есть и вот такая вот кисточка и вот ровный тут край и еще есть вот такая вот такая припуш ну вообще классные кисти я в полном восторге реально удобно очень советую так ну вернемся что тут наш клей клей наш еще не созрел ну вот смс уже начинает видите набухать потихонечку и скоро она совсем растворится и будет очень очень хорошая клеточка тоже не вода тоже такой клеек так ну чтобы вы не ждали я вот вам покажу уже консистенция которая вот у меня видите он такой довольно таки густой как желе вот он стоит вот таким вот не очень удобно работать я добавляю воды но если вот как для таких деталей чтобы быстро сцепилась вот это идеальный вариант то есть вот именно вот такой вот густоты то есть он 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 не совсем густой но и не совсем жидкий если вам получается густо вам неудобно можно еще чуть-чуть водички добавить смс опять набухнет и будет уже более жидкий клей ну и в принципе наверное все а вот еще один момент очень тоже кстати было много вопросов по поводу того что как я так мешает что у меня нету швов смотрите покажу еще раз кстати видите нашу смс как все держится супер так не буду брать большой кусочек и так смотрите ну тут конечно еще один плюс у меня холодные руки то есть это очень удобно но с другой стороны удобно мне долго приходится и размешивать как как правильно видите я не мешаю и долго просто наверно это уже ловкость рук и никакого мошенничества но если вот как на круглые детальки вот я вам покажу как я это делаю для того чтобы как можно меньше швов было итак наш кусочек взяли и как бы начинаем его вот так вот внутрь да как пирожок закручивать не знаю какую-то видно как я это делаю так вот в замедленном таком темпе видите то есть я его кручу как бы я не жму на него он как бы катается у меня среди рук так вот и швы они есть но они всегда в одном месте за счет того что мы мастику вбивали как бы вымешивали всегда в один как бы в одну сторону да то есть а потом ну я не знаю вот так насколько это хорошо вам видно то есть швы есть но швы всегда в одном месте за счет вот вот этого вымешивания ну а колбаски там все видите как мастика уже самое сработает вот она такая вот она становится потом она засохнет и может даже крошится это нормально то есть она еще ее можно реанимировать в плане того что например вот засох у вас кусочек да вот такой вот мастики не нужно выкидывать когда она станет такой каменной я делаю как вот засох у меня этот кусочек да там я его раскрошила и просто взяла нормальный свежий мастики который еще и сама с нету и вместе с ним вымешиваю вымешиваю миши и она становится опять вот такой вот очень удобный для лепки потому что в ней уже концентрат смс и как бы в принципе очень тоже удобно не нужно вмешивать каждый раз новое если что это хорошо что она мягенькая да то есть так проще но тут смотрите уже сами ну и что в принципе мне кажется я ответила на все ваши вопросы если еще что-то вас интересует что-то я забыла пишите мне об этом в комментариях снимем еще одну рубрику вопрос ответ ответ ответим на еще вопросы какие вас интересует может быть что-то еще было упущено мною очень-очень буду вас об этом просить потому что нужно знать что вам интересно чтобы снимать новые видео также конечно же пишите свои комментарии понравилось не понравилось если не понравилось то что не понравилось чтобы вы хотели еще увидеть на моем канале и конечно не забывайте ставить пальчик вверх это очень важно это ваша ваша поддержка моя награда и конечно же не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео ну и все пока пока